Всем привет! В этом видео я покажу вам очень простой и крайне эффективный комплекс для разминки всех суставов, который вы сможете включить в утреннюю зарядку, а также использовать перед основной тренировкой. Также я поделюсь с вами принципами построения этого комплекса. Поняв эти принципы, вы сможете создавать какие-то свои комплексы, устранить ошибки в тех комплексах, которые вы уже выполняете, либо добавить их и сделать их на порядок эффективнее. Принцип разминки суставов очень прост. Нужно просто включить в работу все группы суставов по максимальным амплитудиям. Итак, начинаем мы традиционно из мелких групп. Это у нас кисти. Просто делаем такие вот движения, как я. Повторяем за мной. Делаем это 8 раз. Сделали дальше. Идет у нас шея. Вернее, шейный отдел позвоночника. Делаем круговое вращение головы в обе стороны по 4 раза, как это делаю я. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Важный момент. Если вы ощутили какие-либо болевые ощущения в шейном отделе позвоночника, то вам это упражнение не очень подходит. И здесь есть два варианта. Либо сделать вместо вращения простые наклоны вперед-назад, и повороты влево-вправо. Либо сделать вращение по меньшей амплитуде, то есть не допуская болевых ощущений. То есть если вы в пол-амплитуды делаете и вам нормально, тогда просто делайте в пол-амплитуды. Если делаете в пол-амплитуду и чувствуете болевые ощущения, тогда нужно делать просто в пол-амплитуды. Дополнить эти пол-амплитудные вращения можно также наклонами вперед-назад и поворотами головы в стороны. По мере выполнения этого упражнения вы можете столкнуться с тем, что ваша больная шея стала немножко здоровее, и если вы вначале могли делать без боли только в поламплитуды, то потом амплитуда постепенно увеличивается, и вы можете нормально выполнять это упражнение без болевых ощущений, что встречается довольно-таки часто. Также на просторах интернета можно встретить видеоролики с разными бабулями, дедулями и просто диванными знатоками, которые будут кричать, что нельзя делать вот такие вот вращения, потому что позвонки очень маленькие, межпозвоночные диски тоненькие, очень нежные, они очень быстро стираются, и ваша шея настанет капец. Не настанет капец, потому что это упражнение в полную амплитуду применяется и в школах, и в детских садах, во всех учреждениях, где преподается физкультура. Но опять же подчеркну, что это упражнение только для здоровой шеи. Для больной шеи я вам дал адаптивный вариант. Следующее упражнение. Сгибаем руки в локтях и делаем вот такие вот вращательные движения. Четыре раза в одну сторону, четыре раза в обратную сторону. Дальше прорабатываем локти. Вернее, локтевые суставы. Дальше соединяем руки и делаем повороты влево-вправо восемь раз. Дальше сгибаем руки в локтях на уровне груди и делаем круговое вращение туловища по максимальной амплитуде. Четыре раза в одну сторону и четыре раза в обратную сторону. Дальше очень важно проработать тазобедренные суставы. Выполнение этого упражнения смотрится немножечко смешно, но это очень важная суставная группа, особенно для мужчин. Делается следующим образом. Руки можно поставить на пояс, можно согнуть на уровне груди. И делаем вот такие вот амплитудные движения. То есть, выносим свой таз за пределы точек опоры, которые располагаются у нас на наших стопах. То же самое. Четыре раза в одну сторону, четыре раза в другую сторону. Два этих упражнения. Это и круговое вращение туловища. Можно, в принципе, соединить, выполняя что-то вот такое. То есть, мы выносим, одновременно выносим таз за пределы точек опоры и выгибаем по максимуму наш позвоночник. Но я не очень люблю делать его в таком варианте, поэтому я его делю на две части и выполняю по кускам. Дальше идет разминка коленных суставов. Делаем восемь простеньких приседаний. Руки ставим на колени и приседаем по максимальной амплитуде. Все очень просто. Присели, встали, присели, встали, присели, встали. Колени могут хрустеть. Это не страшно, это нормально. Есть умники, которые рассказывают, что если у вас хрустят колени, вам ни в коем случае нельзя приседать, нельзя сгибать, разгибать ноги, нельзя велосипед. Тем более, нельзя приседать со штангой. Все это полная фигня, потому что я приседаю со штангой уже более 10 лет. 150 кг на 12 повторений. Колени у меня и все суставы в прекрасном состоянии, несмотря на то, что периодически они могут хрустеть. Есть вариант разминки коленей. Вы можете встречать вот какие-то такие вот движения. Это не вредное и не запрещенное движение, но оно менее эффективно, чем то, что я вам показал. Почему? Потому что, когда вы делаете вот такие вещи, вы создаете такую себе самоиллюзию, как будто ваши колени получают более качественную проработку, нежели когда вы просто согнули и разогнули ногу в колени. Но тут есть нюанс. Дело в том, что вот это вот движение происходит за счет тазобедренного сустава и за счет голеностопа. Если вы зафиксируете свою ногу и попробуете погнуть ее влево и вправо, то у вас ничего не получится. Нога гнется только сюда и сюда. То есть, если вы делаете вот такие вот вещи, то это то же самое, что вы делаете вот что-то вот такое. То есть, настолько амплитудное движение у вас получается. Поэтому лучше прорабатывать свои колени в полную амплитуду. Очень важно разминать все свои суставы, в идеале, конечно же, по полной амплитуде. Если полная амплитуда для вас болезненна, либо слишком дискомфортна, тогда использовать ту часть амплитуды, которая вам комфортна, постепенно увеличивая ее. Если же вы систематически не будете разминать свои суставы, то у вас будут с ними проблемы. В ваших суставах будут откладываться соли кальция и они будут постепенно окостеневать. Ну и после коленных суставов мы разгибаем голеностопы. Здесь можно поделать вот такие вот вращательные движения. Можно просто посгибать, поразгибать. Одну ногу, вторую. Все, разминка закончена. Если это была утренняя зарядка, то вы можете ее дополнить несколькими подходами каких-то простых упражнений на самые крупные группы мышц. Это могут быть приседания. То есть можно просто поприседать в количестве 10-30 раз таким вот образом. Можно усложнить упражнения руками за голову и выпрыгиваниями. В том же количестве. Дальше можно сделать один подход отжиманий. И для очень продвинутых ребят можно сделать еще один подход подтягивания и один подход на брусьях. В случае с женщинами можно просто сделать один подход либо приседаний, либо выпрыгиваний. Важный нюанс. В каждом подходе можно выкладываться утром не более чем на 70%. Потому что если вы будете выкладываться на 100%, это будет немножко вредно для вашей нервной системы. И желание делать утреннюю зарядку у вас скорее всего очень быстро пропадет. Поэтому делайте утреннюю зарядку. Поставьте мне обязательно лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик. Если же вы не используете разминку всех суставов на своей основной тренировке, то срочно нужно это сделать. Лучше всего ее включить после кардиотренировки. Если с завтрашнего дня ты начнешь выполнять утреннюю зарядку в одном из предложенных мной вариантов, то ты будешь замечать плавный, стабильный подъем своего настроения, своего самочувствия. И через неделю-две-три ты заметишь, что твое самочувствие, твое настроение улучшилось как минимум на 30%. Поэтому делайте хотя бы утреннюю зарядку и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!